Художник, член Союза дизайнеров Беларуси Валентин Трусов считает, что ситуация с развитием культуры и искусства в городе требует перемен. По его словам, в Пинске популяризируются лишь коллективные виды творчества, такие как театр или танец. При этом у художников и скульпторов возможностей для самореализации значительно меньше. Художник, писатель, композитор, дизайнер, скульптор и так далее. Это штучный товар, это индивидуальный. Он или есть, или его нет. Тут не проскочишь. И, конечно, властям городским не совсем, как говорят в народе, заниматься этими индивидуальщиками и так далее. Тем более они числообразные, капризные. На творческую встречу пришли и другие художники города. Среди них Евгений Сосюра, Андрей и Вероника Руско, Виталий Мисюковец, а также представители Музея Белорусского полесья и заведующий сектором по культуре отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского горсполкома Анатолий Липко. На встрече Валентин Трусов высказал свое мнение о сложившейся ситуации в культурной жизни города и о возможных способах разрешения проблемы. Он выступил с предложением организовать ежегодный конкурс среди художников, посвященный памяти Евгения Пулхова, педагога, работавшего в Пинской детской школе изобразительного искусства, и приурочить его проведение ко дню города. Важным моментом является и организация на регулярной основе выставок лучших работ, отобранных на конкурсе. Валентин Трусов обратился к заведующему сектором по культуре Анатолию Липко с предложением предоставить художникам, в том числе и молодым, помещение для проведения творческих встреч и выставок. Анатолий Липко в свою очередь отметил, что администрация горсполкома поддерживает все начинания художников и пригласил представителей творческой молодежи высказывать свои идеи для дальнейшего обсуждения в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Кроме этого, заведующий сектором культуры пообещал рассмотреть вопрос о выделении художникам помещения в городском доме культуры. Мы говорили о том, что да, идея хороша, в свое время дети делали выставку в Дню города, но если мы сделаем, соберем это и сделаем художниками, любителями, профессионалами города Минска, это будет, конечно же, шикарно. Что касаемо исполкома и отдела идеологии культуры, мне кажется, ни разу никто не отказал в помощи, в организации, в проведении данного мероприятия. Завершилась встреча решением о том, что в ближайшее время будет создана творческая группа с участием художников, которой предстоит изменить ситуацию в культурной жизни города, сделав ее яркой и насыщенной. Обсуждали перспективу развития творческой деятельности города Пинска. Встреча прошла хорошая, конструктивная, как принято говорить, бурная, обсуждались достаточно сложные, емкие вопросы, но, на мой взгляд, нашли какой-то консенсус, и этот консенсус, наверное, в ближайшее время будет реализован и даст городу Пинску увидеть, что все-таки город Пинск – это творческий город. По словам присутствующих художников, они нуждаются в конкретной поддержке властей. Конечно же, хотелось бы, чтобы городские власти, чтобы госполком каким-то образом помогал нам, помогал и финансово, и то, что касается помещения. Я думаю, было бы, конечно, всем легче, интереснее для того, чтобы встречаться, обсуждать какие-то вопросы, советоваться с более, может быть, старшим поколением. Подобная встреча первая. И то, что в ней обсуждали злободневные вопросы творческой жизни города – уже положительная динамика решения проблемы. Впервые в музее прошла встреча художников. Замечательно, что это прошла встреча художников разных возрастов. То есть, есть у нас мэтры, есть молодые, начинающие. И состоялся, своего рода, диалог. Решали о том, каким образом работать и сотрудничать совместно музей, художники и отделы идеологической работы культуры по делам молодежи. На будущий год, надеемся, что будет проведен большой конкурс творческих работ. Это будут работы как уже именитых художников, так еще и начинающих.